Вы дарите здоровье пациентам. Ведь нет таких, кто бы вовсе не болел. Лекарствами или с острым инструментом. Вы боретесь за жизнь на всей земле. Это трогательное видеообращение записали воспитанники Светлогорского центра творчества детей и молодежи Ювента. Учебное заведение поддерживает любые общественные инициативы, направленные на помощь работникам здравоохранения. Работая с ребятами, я увидел их рвение, их желание чем-нибудь и как-нибудь помочь. Поэтому с уверенностью могу сказать, что подрастающему поколению небезразлично будущее нашей страны. Учреждения образования региона не упускают возможность искренне сказать спасибо всем, кто и днем, и ночью рискует жизнью ради нас. В своих обращениях взрослые подростки отмечают, что нет на свете профессии благороднее, чем медицинский работник. Надеюсь, вы видите нашу поддержку. Мы вам очень гордимся. Они на передовой борьбе с коронавирусом. Мы верим в их профессионализм. Однако важно поддержать медиков не только словом, но и делом. Коллектив гимназии номер 10 передал Гомельской туббольнице 25 опрыскивателей для дезинфекции. А студенческий правком Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины запустил флешмоб «Улыбнись глазами». Его цель – обратить внимание на важность ношения защитных масок в это нелегкое время. Под эгидой Гомельского областного профсоюза работников образования и науки все учебные заведения области включились в масштабную работу по профилактике коронавируса. Благодаря материальному вкладу организации в общее дело, педагоги и их подопечные были обеспечены индивидуальными средствами защиты. В области областной нашей организации образования и науки создан фонд помощи. Только за 20 дней апреля из этого фонда помощи более 52 тысяч рублей уже было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, детсредств. Кроме этого, мы продолжаем оказывать материальную помощь людям. Также за апрель эта помощь была оказана 750 работникам. Никто не остался в стороне. Все понимают, насколько важно подставить работникам медицины крепкое дружеское плечо в эти тяжелые дни. Флэшмоб «Спасибо медикам» поддержали и нефтяники. Сотрудники подразделений «Беларусь нефти» сделали для учреждений здравоохранения креативное фотопослание. Кроме того, нефтяники помогают топливом скорой помощи. Поддержка сотрудников медицины не сбавляет обороты ни на миг. Федерация профсоюза в Беларуси подарила больницам области 2000 защитных костюмов. Спецодежду получили 8 больниц, 4 районные и 4 в областном центре. Одной из них стала Гомельская туббольница. Ей достались 250 костюмов. Огромное спасибо за помощь, хочу сказать, Федерации профсоюза в Республике Беларусь за то, что предоставили нам костюмы для укомплектования и для работы наших сотрудников, которые работают на сегодняшний день с коронавирусной инфекцией. Но в целом, что могу сказать, что ситуация в нашем учреждении стабильная, управляемая, ну и по стране в целом, учитывая ту динамику, которая есть на сегодняшний день. Все в едином порыве чествуют главных героев сегодняшнего дня. Тех, кто жертвует своим здоровьем, бессонными ночами оберегает больных, стойко переносит все трудности нынешней ситуации. Наша поддержка вдохновит медиков продолжать свое дело с удвоенной силой. Им действительно необходимы наши добрые слова, чтобы в тяжелые моменты трудовых будней они помнили, как высоко мы их ценим. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели.